Итак, наша с вами сегодняшняя задача это кратенько ознакомиться с некоторыми основами того, что называют алгоритмами параллельными или алгоритмами распараллеливания решения различных задач. В программировании существует множество вопросов, прежде всего связанных со сложной математикой, которая появляется в задачах, связанных с самыми различными областями наук. Соответственно, задачи подобного рода чаще всего появляются в газовой и гидродинамике, потому что решение задач таких является очень сложным делом и требует большого задействования ресурсов компьютера. Прежде всего, расчетных ресурсов и, естественно, мы должны каким-то образом ускорить решение подобных задач. К сожалению, ускорить решение задач при помощи банального повышения мощности процессора довольно-таки давно уже нельзя. Поэтому, скорее всего, мы все это ускоряем за счет того, что разбиваем задачу на несколько, как говорят, потоков. Простейшая идея того, что такое параллельный алгоритм, может быть очень просто представлена при помощи следующего процесса. Давайте представим себе, что у нас есть, ну, например, некий массив. Наша задача взять этот массив и сложить в нем элементы. Проще всего это сделать следующим образом. Создается переменная. Создается переменная, равная нулю, куда постепенно все элементы массива по одному добавляются. То есть, цикл, в котором сумма увеличивается. Массив очень большой. Вычисление этой суммы может занять очень много времени. Прежде всего, из-за того, что если данные какие-то сложные, а суммирование – это не просто плюс, а плюс еще какая-то задача. То есть, нужно сначала что-то вычислить, что-то посчитать, и только потом произвести вычисление. Это может занять очень много времени. Вообще, есть такое понятие, как эффективность алгоритма. Эффективность алгоритма меряется всегда в количестве совершаемых программой действий. Время и прочие другие характеристики, они очень плохи, потому что формально время зависит от мощности компьютера, любая другая характеристика, количество, там, я не знаю, действий совершаемых программой – это еще что-то. Вот именно в количестве операций меряется эффективность программы, в количестве совершаемых программой действий, связанных с математикой. Плюсы, минусы, сравнения, любые операции – это замедление программы. Решение данной задачи можно совершенно спокойно разбить на следующие два процесса. Мы берем наш массив и разделяем на две части. Одна часть и вторая часть. Это будет правая часть массива, вернее, левая – это правая. То есть, это левая, это правая. Левую часть массива мы отдаем на один из процессоров, который у нас есть. Вторую часть процесса будет выполнять другой процессор. Для этого, естественно, мы должны иметь физические устройства, не связанные друг с другом. Это должны быть либо ядра, либо физические процессоры. К сожалению, технологии виртуальных ядер, виртуальных процессоров, они не дают нужного ускорения, потому что в конечном итоге расчетная система все равно одна. И математику может решать только один процессор. Дальше мы запускаем ту же самую программу, тот же самый процесс, описанный сверху, и производим вычисления на каждом процессоре уже индивидуально. Первый процессор выполняет сложение чисел в левой части массива, второй процессор – в правой части массива. В результате каждого из этих действий, каждый из процессоров получает свой ответ – сумму левую и сумму правую. Затем эти две суммы складываются в итоговый ответ одним из процессоров, каким значение не имеет левая сумма и правая сумма, просто складываются. В результате, если эти процессоры работают вместе, если память, доступная им, достаточно быстро работает, если они не обмениваются друг с другом лишней информацией, мы получаем ускорение работы программы, ну, как следует из картинки, вроде бы в два раза. Но на самом деле так никогда не будет, потому что на запуск каждого процесса нужно время, и это время немножко съест ускорение. Обычно, как показывает практика, при распараллеливании решения задач, как говорят, с общей памятью, когда данные доступны каждому процессору, и им не нужно общаться друг с другом, мы получаем ускорение где-то приблизительно при эффективном программировании в 1,7-1,8 раз. То есть, ну, почти в два раза, ну, чуть-чуть, может быть, меньше, за счет вот каких-то дополнительных сервисных операций, которые выполняет каждый из процессоров. Тут важно понимать, что схема, которую я нарисовал, не единственная. И появляется множество вопросов, какой из способов распараллеливания решения задач на самом деле является наиболее эффективным. Помимо того, что параллельные алгоритмы позволяют реально ускорить решение задачи, очень часто появляется вопрос, какой именно алгоритм позволит ускорить решение задачи. Например, на показанном рисунке мы разбили массив на две части, левую и правую, и сложили каждую из них по отдельности. Помимо такого варианта можно рассмотреть следующие. Значит, пусть у нас есть первый вариант распараллеливания. Давайте я его вот так вот кратенько зарисую. Итак, массив делится на две части, левую и правую, складывается сумма каждой части, и затем считается общая итоговая сумма из этих двух S. Второй вариант. Например, такой. Мы берем целиковый массив, весь целиком, и разбиваем его, ну, например, следующим образом. На четные элементы и нечетные элементы. И каждый алгоритм идет по своим элементам. Первый, например, процессор складывает только нечетные числа, второй нечетные элементы массива, второй только четные элементы массива. Соответственно, мы тоже получаем две суммы. Ну, здесь уже просто сумма первая и сумма вторая. Из которых тоже складывается общий ответ. А можно, например, сделать такую штуку, которую вот очень часто предлагают и вообще считают таким вот оптимальным красивым решением. Это каждому из процессов идти навстречу по массиву. То есть, где они встретятся заранее неизвестно, потому что один процессор может работать чуть быстрее, другой чуть медленнее. Ну, в конце концов, мы можем распараллеливать решение задачи не на, скажем, суперкомпьютере или процессоре, имеющем ядра, а, например, на кластере, на расчетной системе, где каждый процессор имеет свою память. И тогда понятно, что в кластере компьютеры могут быть разной мощности и где-то может работать компьютер быстрее, где-то медленнее. Но, как ни странно, вот этот способ распараллеливания, здесь тоже считаются две суммы. Сумма первая и сумма вторая, из которой складывается ответ. Почему-то оказывается, что вот этот вот третий красивый вариант, который обычно все вот так вот его обсуждают, особенно вот когда новички в программировании изучают понятие указателей и работы с памятью, они очень радуются, что вот здесь можно указатель применить. Они берут массив, ставят указатель на память, дают каждому процессору по указателю, и они идут навстречу друг другу. Но оказывается, что третий вариант распараллеливания самый неэффективный, даже при условии, что мы работаем на суперкомпьютере, даже при условии, что у нас общая память. Появляется резонный вопрос, почему? Вроде бы красивое решение, правда? Но на самом деле ответ вполне очевидный. Кстати, может быть, предложите какой-нибудь вариант? Почему третий способ? Да бокс не сработает с памятью, это же параллельный алгоритм. В чем тут? Каждому из процессоров, да? Ну, они считывают так. Да, согласен, согласен, согласен. Да, это первая проблема, согласен. А еще более серьезные есть проблемы. Условия выхода этого алгоритма какое? Условия того, что алгоритмы вот здесь встретились, вот они дошли сюда, да, и здесь встретились. Это проверка. Мы должны на каждом шаге каждого алгоритма проверять, а не уткнулись ли мы случайно в стенку, не уткнулись ли мы в соседок. Это требует такого чудовищного расхода ресурсов, что это самый неэффективный вариант распараллельного, который только можно себе представить. Поэтому так никто никогда не делает. Если у вас есть 4 процессора, 8 процессоров, ну, здесь, естественно, мы всегда говорим о степенях двойки, потому что разбивать задачу эффективнее всего именно по степеням двойки. Самый хороший способ, оказывается, вот этот. Почему? Потому что если процессоров 4, вам придется считать четверти данных, что-то там разбивать, производить какие-то дополнительные вычисления. Зачем? В этом способе вы просто делаете очень простую вещь. Почему этот способ самый хороший? Для того, чтобы разбить решение этой задачи на любое количество процессоров, вы передаете процессору с любым номером, cpu-итому, да? Следующие данные – это с чего ему начать? Отправную точку, некий start. Это будет индекс элемента, с которого этот процессор начнет. Он будет работать вот с этого элемента. И шаг, который зависит от вполне конкретной вещи. Самое эффективное применение алгоритмов распараллеливания, конечно же, связано с общей памятью, когда каждый процессор имеет доступ к общим ресурсам. Но при этом такой способ распараллеливания сложнее всего найти. Скорее всего, мы говорим о распараллеливании при помощи кластера. Это означает, что каждому процессору придется все-таки передавать еще и набор данных. И вот тут уже появляется проблема с таким подходом. И поэтому, если мы говорим о кластере, если мы говорим о распараллеливании на кластере, то здесь лучше разбивать массив на части. Потому что вам придется передавать данные каждому процессору, каждому CPU передавать свою часть массива, чтобы он мог с этими данными работать, складывать, еще что-то делать. Неважно, какие задачи мы решаем. И здесь мы сумеем сэкономить на самом деле ресурсы, сэкономить объемы передаваемой информации. Ведь если мы пользуемся вот этим первым способом, нам каждому процессору придется фактически передавать весь массив. Мы же не будем эти кусочки отмерять и передавать каждому процессору свой набор элементов. Это слишком сложно. Поэтому и вот этот вот способ, который изначально я описывал, когда мы делим массив просто изначально на две половинки, ну или там на любое нужное нам количество половинок, эффективнее работает в случае, когда мы работаем с кластером. А вот этот первый вариант лучше всего работает в случае с общей памятью. А это гибридный вариант? Например, существуют различные варианты комбинации этих подходов, но они уже задействуются в других ситуациях. Например, когда вы решаете задачи именно многопоточности. Если вас не интересует, собственно, распараллеливание, а вам нужна многопоточность, когда сервер обрабатывает множество запросов клиентов, работая в рамках одного компьютера и запуская, скажем, на 32 процессорах несколько тысяч процессов, тогда процессы в какой-то момент начинают мешать друг другу. И здесь, естественно, нужны и вопросы синхронизации, чтобы данные не перемешивались и не портились процессорами. Но в случае, если мы говорим о чистых расчетных задачах, о математике, это обычно не требуется. Соответственно, помимо задач суммирования, распараллеливаются очень хорошо еще и задачи поиска данных. На самом деле, если мы говорим о суммировании, то суммирование – это алгоритмы, которые распараллеливаются проще всех вообще, в принципе, существующих алгоритмов. Проще, чем суммирование распараллеливается, ну, я даже не знаю, что. Достаточно сказать, что сейчас, ну, я даже не уверен, что курсовую работу хорошую можно написать на тему распараллеливания задач суммирования. Они все вдоль и поперек известны. И я в конце сегодняшнего занятия обязательно порекомендую хорошую книжку, где все это описано. Но пока возвращаемся, собственно, к нашим баранам. И следующее – это алгоритмы поиска. Алгоритмы поиска – это, пожалуй, самое сложное, что есть, в принципе, в простейших алгоритмах, связанных с обработкой данных. Сложнее только сортировки. О них я сейчас пару слов тоже скажу. Представьте себе, что у нас есть следующая задача. У меня опять есть массив, опять есть большой набор данных. Моя задача – найти в этом массиве минимальный элемент. Поиск минимума простейшим образом может осуществляться несколькими процессорами следующим образом. Мы разделяем массив на какие-то части. Даем каждую часть своему процессору. Этих частей может быть много. Сейчас это не важно. И дальше как они ищут минимум? Очень просто. Каждый процесс берет за отправную точку самый первый переданный ему элемент. Изначально он считается минимумом. То есть вот этот вот элемент, самый первый в переданном наборе для каждого процессора – это отправная точка для минимума. Затем происходит перебор всех элементов. И если мы нашли элемент меньший заданного минимума, мы изменяем значение этой переменной. И в результате на выходе мы получаем набор минимумов, посчитанных каждым процессором. Минимум 0, минимум 1, минимум 2 и так далее. Затем один из этих процессоров, любой, находит минимум среди этих чисел, и вы получаете опять ускорение алгоритма. Правда, здесь в меньшее количество раз. Если суммирование ускоряется практически во столько раз, сколько у вас процессоров, здесь есть некоторые замедления. Ну, фактически в конце вы ждете, пока один процессор не найдет минимум из огромного количества чисел. И тут появляется интересный вопрос. Подождите, а если участков очень много, ведь этот процесс может идти очень медленно? И какая идея приходит сразу же на ум? Очень простая. Дать поиск опять отдельным процессорам. Пусть среди определенного набора минимумов, второй среди другого набора минимумов. И так постепенно мы будем сокращать количество найденных минимумов. Этот подход тоже ускорит общее решение задачи. Но есть задачи гораздо более сложные. Например, представьте себе, что нам в массиве нужно найти количество... Спасибо. Как вы считаете? Если считаете, что можно, нужно придумать какой-то вариант для распараллеливания. Ну, можно ответить, что нельзя, и тогда, собственно, все просто, да? Ведь задача действительно очень сложная. Нам нужно сравнить каждый элемент с каждым. На самом деле существует способ борьбы и с этой задачей. Правда, он уже гораздо сложнее, чем все, что я рассказал до сих пор. Давайте себе просто на секундочку представим поиск разных элементов в массиве. Что он из себя представляет? Простейшим алгоритмом, решающим эту задачу на одном процессоре, будет следующий подход. Вы берете произвольный элемент массива. Все предыдущие мы считаем, мы уже проанализировали. И просматриваем всех соседей этого элемента справа. Абсолютно всех. Если где-то мы находим элемент, равный нашему, мы останавливаем поиск и переходим к следующему элементу, ничего не меняя в счетчике найденных разных чисел. Если для выбранного элемента нигде справа мы не нашли совпадений, мы говорим, что этот элемент уникален. Таким образом, я отсеиваю все повторения и действительно посчитаю разными только те элементы, у которых нет соседей. Левые элементы я переберу за счет алгоритма, отсеивающего пары. А разные элементы найду в конце, когда соседей справа ни у кого из них не будет. Можно ли распараллелить этот алгоритм? Можно. Причем несколькими способами. Простейший такой. Распараллелить вот этот процесс. Распараллелить процесс сравнения элементов и поиска совпадений. Дать каждому процессору эталонный элемент и свой участок массива. И пусть они все эти дела перебирают и смотрят. К сожалению, такой прием плохо параллелится, если у вас кластер. Потому что здесь придется передавать постоянно данные процессорам. И, возможно, придется потратить время на то, чтобы изначально передать им все данные. Чтобы потом ускорить работу программы. Ведь распараллеливать поиск элементов придется на каждом шаге алгоритма. Мы фактически распараллеливаем не весь алгоритм, а только один шаг его. Эффективность распараллеливания этой задачи будет достигнута только при огромных объемах обрабатываемой информации. Эта информация может и в оперативную память не поместиться. Но это, правда, уже не наша с вами забота. Вопросы эффективной работы с файлами подкачки и прочим, это, конечно, тоже очень важные вопросы распараллеливания, но они немножко в сторонке лежат от обычных алгоритмов распараллеливания. А можно распараллелить эту задачу и по-другому? И вот тут появляется интересный вопрос. Представьте себе, что я массив разбираю на части. Что дальше каждый из алгоритмов сможет найти? Он сможет найти, сколько у него разных чисел. А что, если получилось так, что сюда попали все единицы, здесь единицы, сюда попали все двойки, здесь все тройки? Ну, вот такие данные. Сколько разных чисел будет у каждого процессора? Одно. А сколько их всего разных? А кто его знает? Можно ли распараллелить такой подход в поиске разных чисел? Можно. Для этого нужно не формировать количество найденных разных чисел, а составлять список этих самых чисел. Каждый процессор при таком распараллеливании решения задачи должен создать свой локальный массив, состоящий из тех разных чисел, которые он нашел. В результате, например, в данном примере, у каждого процессора получится коротенький массив из одного элемента, где будут храниться просто вот эти числа. Затем какой-то один из них посмотрит получившиеся наборы, точно так же сравнит их и найдет, что чисел разных четыре. Насколько эффективнее нижний подход к решению этой задачи, чем верхний? Сложно оценить. Это зависит от используемых технологий. В распараллеливании не на самом последнем месте стоят используемые программистом технологии. Какие именно, ну, собственно говоря, общая память, разделенная память, как взаимодействуют процессоры, как передаются данные. Если это кластер, то это сеть и локальная, или какие-то более быстрые способы объединения машин в расчетный кластер. То есть здесь уже вступает в игру технология. Но, тем не менее, даже вот такую сложную задачу, поиск количества разных чисел, которые изначально требуют вроде бы сравнения каждого элемента с каждым, можно распараллелить. Дальше появляются алгоритмы совсем сложные. Это алгоритмы упорядочивания данных. Дело в том, что алгоритмы упорядочивания данных требуют доступа, фактически, опять-таки, ко всем элементам данных, ко всему набору данных. Но на наше с вами счастье существуют замечательные алгоритмы, позволяющие замечательно распараллеливать решения задач практически без нашего с вами участия. И самый известный алгоритм – это метод сортировки, быстрая сортировка. Представим себе опять, что у нас есть массив. Наша задача – отсортировать его, упорядочить в нем элементы. Как это сделать? Совершенно элементарными средствами. Мы берем и разбиваем массив на две половинки. На две части. Возможно, неравномерные. Сюда переносим все элементы, меньшие некого заданного значения. А сюда переносим все элементы, большие некого заданного значения. А что мы делаем потом? Очевидную вещь. Даем одному процессору одну половинку, второму процессору другую половинку. И так делаем до тех пор, пока данные не отсортируются. Естественно, для этого нам нужно очень много процессоров, которые будут перекладывать задачи друг на друга. Но не стоит забывать, что мы можем распараллелить эту задачу и всего лишь на четырех-восьми процессорах. Просто в какой-то момент каждый из них будет работать с каким-то фиксированным массивом и дальше разбивать задачу не будет. Но в конечном итоге, если у нас, например, восемь процессоров, мы сможем разбить вот этот массив на восемь частей. Причем здесь есть некий бонус. Может так оказаться, что одна из половинок не требует сортировки. Вообще, может так оказаться, что одна из половинок уже отсортирована так, как нам нужно. Там уже стоят элементы меньшей выбранного эталонного значения. А значит, этот процесс сразу же закончится, снимется нагрузка на соответствующий процессор, и оставшаяся задача будет решаться быстрее. Естественно, если мы говорим о какой-нибудь сортировке методом пузырька, то тут уже будут проблемы с распараллеливанием. Ведь метод пузырька требует сравнивать каждый элемент с каждым, и там пузырьки медленно-медленно поднимаются наверх. Но и даже такой алгоритм тоже можно распараллелить. Правда, появляется вопрос, как? Если мы разобьем массив на части и поднимем пузырьки в каждой части, у нас получатся выстроенные по возрастанию данные, но не отсортированные друг с другом. И фактически, если мы запустим один процесс поверх тех, которые сортировали элементы изначально, у нас получится весьма странная штука. Мы фактически будем вынуждены сортировать массив все равно одним процессором в конечном итоге. Разве это эффективно? Нет, конечно. Но метод пузырька можно ускорить следующим образом. Можно ускорить метод пузырька, отдавая процессорам сортировать данные, опять-таки, не по блокам, а, например, четные и нечетные элементы. И здесь уже, если процессоры будут общаться друг с другом, можно будет определить, какой элемент максимальный, какой минимальный, и соответствующим образом его выталкивать. Но эффективнее всего, конечно, распараллеливаются алгоритмы, похожие на метод быстрой сортировки. Не только потому, что к этому алгоритму может быть применена рекурсия, но прежде всего потому, что здесь каждая из частей массива не зависит друг от друга. Естественно, массив быстрой сортировки, как я думаю, вам хорошо известно, малоэффективен для алгоритмов, для наборов данных, в которых данных мало. Может быть, кто-нибудь знает, для какого минимального набора данных на современном компьютере, сколько минимум должно быть элементов в массиве, чтобы быстрая сортировка была эффективной? Не задумывались никогда на эти вопросы больше? Ну, где-то от миллиона элементов и выше. Потому что для всяких там сотен, даже тысяч элементов, есть ситуации, когда какой-нибудь там метод просеивания, пузырек с модификациями налево-направо туда-сюда, ходим, дает большую скорость работы, чем метод быстрой сортировки. Ну и плюс быстрая сортировка, конечно, плоха чем? Плохая и с черпанием стека. Элементарно получить стек оверфлоу на переполнении по переменам и все. Но здесь мы можем не беспокоиться о стек оверфлоу. Почему? Потому что здесь каждый CPU получает свой процесс, у него свой список переменных. Вообще, на самом деле, если посмотреть на быструю сортировку, то можно очень много красивых и интересных выводов из этого сделать. Когда вы изучали быструю сортировку, когда вы изучали рекурсивные алгоритмы, вам говорили, что рекурсия плоха тем, что исчерпывается стек, переменных не хватает. А распараллеливание быстрой сортировки снимает эту проблему. У нас каждый CPU работает со своим процессором, у него свой набор переменных. Распараллеливание быстрой сортировки – это рекурсия без проблем со стеком. То есть, если вы распараллеливаете быструю сортировку при помощи параллельных алгоритмов, вы можете забыть о проблемах со стеком. Вы в каждой части массива получите ограничение на стек, как раньше оно у вас было на все данные. Кстати, максимальная глубина стека для среднестатистического современного компьютера под управлением операционной системы Windows составляет не более чем порядка полутора миллионов шагов глубины рекурсии. Имейте это в виду. Помимо задач, связанных с массивами, помимо задач суммирования, поиска, сортировки данных, существуют очень важные задачи обработки текстовой и числовой информации. Начну с текста, потому что здесь, к сожалению, все довольно-таки грустно. Текст практически не параллелится. Дело в том, что решение задач, связанных с текстом, обычно требует обработки и доступа ко всему тексту целиком. И поэтому распараллелить, ускорить обработку текста текстовым процессором, любым текстовым процессором очень сложно. Поэтому не надо сильно ругать тот же Microsoft Word за какую-то медленную работу. Это не его проблема. Это проблема того, что алгоритмы по обработке текста действительно очень тяжело запрограммировать. Поэтому, как правило, текстовые процессоры работают всегда на одном процессоре. Появляется вопрос, а как же работают программы, которые ставятся в крупных типографиях? Программы, на которых верстаются журналы, газеты, которые занимаются полиграфией. Эти программы работают с текстом как с чем? Если текст сложно распараллеливать, то что распараллеливать просто? С точки зрения современных программ для полиграфии, для предпечатной подготовки изданий, для верстки газет, журналов, текст – это изображение. Его тогда будет очень легко обрабатывать. Современные программы, работающие с распараллеливанием текста, они работают с текстом как с картинкой, как с графикой. Современные программы предпечатной подготовки изданий, а таких очень много, и не только предназначенных лишь для создания иллюстрации, как продукции компании Adobe, например. Она совершенно замечательно распараллеливается за счет того, что мы работаем с графикой. А графику легко распараллелить. Почему? Потому что графика – это картинка, ее можно также на куски порезать, как массив по цветам и передать соответствующему процессу. Единственная беда при работе с текстом и вообще с изображением параллельно. Вот у меня, допустим, есть картинка. Я части картинки отдал соответствующим процессорам. Я раскидал картинку по процессорам. CPU, CPU и так далее. В чем? Вот в этой области. В границе. В так называемой области склейки изображения. Там, где картинка собирается из двух частей. В этой области мы должны склеить картинку. Здесь будет склеиваться изображение. Слева, справа, вот здесь в центре из нескольких элементов. Чтобы склейка не затронула все изображение, и вам не пришлось его все равно на одном процессоре считать, существуют эффективные алгоритмы обработки машинной графики параллельные. Но вот здесь начинается самое интересное. Многие из них до сих пор не изучены. Если кому-то хочется защитить техническую диссертацию, это можно сделать на тему обработки графических изображений при помощи параллельных алгоритмов. Здесь очень многие задачи до сих пор не решены. Помимо обработки текста и обработки графики, о литературе я обещал, я скажу чуть позже. Есть алгоритмы, очень эффективные, по работе с различного рода расчетными задачами. И самый, пожалуй, яркий здесь пример – это, конечно, задача интерполяции. Представьте себе, что у меня есть набор данных на определенном отрезке, по которому мне нужно построить интерполяцию данных, аппроксимацию, интерполяцию данных, то есть прикинуть, какой график функции мог бы идти сквозь все эти точки, нарисовать его и так далее. Задача аппроксимации – это простейшая математическая задача, которая совершенно замечательно распараллеливается. При помощи тех же самых идей, которые у нас с вами уже были, нужно просто разбить отрезок на кусочки и создать аппроксимацию на каждом из них. Но вот беда. Опять-таки, а что будет вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь? Как сделать так, чтобы в этих точках график функции, которую мы с вами строим и которую мы надеемся в конечном итоге получить, обработать, посчитать, не получился неправильным? Когда вы занимаетесь задачами аппроксимации, у вас есть несколько вариантов. Первый простейший способ интерполяции данных, с чего обычно мы начинаем, это работа с кусочной линейной функцией. Сломанной линией. Эту штуку распараллелить, расплюнуть, что называется. А потому что наплевать. Это линии, нам наплевать, как они склеятся. Да какая разница? Но что, если нам нужно, чтобы в каждой точке у нас была хоть какая-то степень гладкости? Ну, хотя бы по первой производной. Как быть? Очень просто. Решение этой задачи абсолютно тривиальное. Как это ни странно. Но, правда, очень часто оказывается, что вот почему-то до него никто не может додуматься, хотя на самом деле математика здесь совершенно простая. Как сделать так, чтобы на границе, вот здесь вот, да, на любой из границ, там вот, например, вот в этом разбиении, график функции правильно склеился, и мы не потеряли бы производную. Элементарно нужно взять для каждого отрезка соседа с другой стороны, и все. Вы берете дополнительную точку у соседа, строите график функции чуть дальше, а потом в точке просто эти графики аккуратно соединяете. За счет того, что вы воспользовались дополнительной информацией, у вас график будет более точно в этом месте построен, и достаточно будет пересчитать только одну точку, и это будет гарантией того, что изменение графика функции в одной точке не повлияет на весь остальной рисунок. Потому что вы уже учли на самом деле точки соседние у каждого из алгоритмов. То есть вы берете, например, вот этот процесс, смотрите, что происходит слева-справа от него, и потом склеиваете графики, абсолютно не беспокоясь о том, что где-то что-то дальше поломается, повредится, и график будет неверный. И все будет в порядке. Другое дело, если вам нужны более сложные задачи. Другое дело, если вы работаете, например, в области расчетной. Представьте себе, что у вас есть какая-нибудь клякса, в которой вам нужно что-то посчитать. Тогда в этой области вы, скорее всего, будете строить триангуляцию. Что, если область очень большая, и построение триангуляции займет очень-очень много времени? Вы, возможно, захотите область разделить. Как сделать так, чтобы построение треугольников с каждой стороны было эффективным? Как сделать так, чтобы, когда области склеятся, эти треугольники не оказались неправильными? Чтобы при попытке подвинуть точки мы не распространили это движение на всю область? Данная задача до сих пор еще в полном объеме не решена. Так что среди простых задач есть и сложные, но они, как правило, связаны уже с более сложными математическими задачами. Следующая интересная задача, которую можно также распараллелить, это, например, решение уравнения. Существует множество приемов решения уравнений. Это и метод Ньютона, и метод Хорд, которые позволяют найти приблизительное решение каждого уравнения на своем участке. Здесь, в общем-то, все достаточно легко распараллеливается, но есть более сложные задачи. Например, интегральные, дифференциальные уравнения, интегродифференциальные уравнения, а также уравнения в частных производных, которые обычно появляются как раз-таки в задачах газовой динамики, в задачах гидродинамики. Задачи газовой и гидродинамики распараллеливаются крайне плохо. Связано это с тем, что данные задачи в полном объеме математиками еще не решены. Это, в частности, уравнение Навья-Стокса, за решение которых обещан миллион долларов. За численное решение, конечно, ничего не дают, а вот за математическое обещан миллион долларов. Но так как обычного решения нет, то и полноценного численного пока не существует. И поэтому прогнозирование погоды точным не будет никогда, пока эти задачи не решат. Ибо любой современный метеоцентр рассчитывает прогноз погоды, исходя из очень сильно упрощенных формул и методов решения задач газовой и гидродинамики. Основная сложность связана с тем, что как раз вот эта задача появляется здесь не просто так. Вот эта задача про области. Что такое газовая и гидродинамика? Это работа с расчетными областями. Это расчеты в областях, это нагрев, это течение воды, это в конце концов расчеты, в том числе глобальных изменений климата на всей нашей планете, на мировом океане. Для того, чтобы выполнять такие расчеты, вам нужна расчетная сетка, причем очень сложная, ведь газовая гидродинамика, она в пространстве происходит. Достаточно сказать, что современные программы, анализирующие глобальные изменения климата, считают в большинстве своем, что наш океан либо вообще плоский, либо имеет фиксированную глубину по всему объему. Но это же не так. И вот эти упрощения, они как раз и делают численные расчеты достаточно точными, но недостаточно точными для физической модели того же самого климата. Поэтому все эти задачи пока численно решить не удается. И параллельные алгоритмы здесь особо не работают, потому что можно распараллелить все эти задачи, но пока, например, не решена в полном объеме задача построения расчетных областей и, в общем-то, о расчетах говорить преждевременно. В конечном итоге, каждая из этих задач связана с тем, как мы разбиваем расчетную область данные, по которым мы считаем, на процессоры. Простейшие способы разбиения данных между процессорами – это либо по объему данных, ну вот как на отрезке, как массивы, которые я до этого рисовал, как вот эта вот область, которую непонятно как склеивать, либо разбиение по самим данным – это когда просто каждому процессору говорят, вот тебе набор информации, с ней работай. Откуда эти данные взялись? Не имеет вообще никакого значения. В каждом случае данные получаются какие-то свои и зависит это все очень сильно во многом от аппаратного обеспечения. Для того, чтобы параллельные алгоритмы могли работать эффективно, нужны различные средства решения этих задач – алгоритмы и аппаратуры. Простейшие способы распараллеливания – это распараллеливание с общей памятью, когда каждый процессор подключен к общей памяти, и тогда данные между процессорами практически не передаются. Это так называемое распараллеливание с общей памятью. И ситуация, когда каждый процессор физически подключен к своей памяти – это кластер, и здесь между каждой из частей кластера постоянно идет обмен информацией. Естественно, первый способ более эффективный, но встретить его можно только в суперкомпьютере или в компьютере с большим количеством ядер. Ну, большим, действительно большим. Понятно, что обычный ваш домашний персональный компьютер с четырьмя шестью ядерами – это не то, о чем нужно говорить. Либо это, скорее всего, кластер. Кластеры эффективнее всего создаются на базе, как ни странно, графических систем, графических процессоров, которые лучше всего подходят для обсчета математики. Поэтому самые известные и самые мощные современные кластеры построены на современных игровых приставках. Ну, вот мне посчастливилось недавно поработать с кластером, в котором было 900 приставок из PlayStation 4. Мощнейшая расчетная система. Ну, правда, я решал на ней задачи больше графические, нежели чисто расчетные, но, тем не менее, с распараллеливанием. К сожалению, очень многие современные программы не умеют распараллеливать решение задач, а некоторые делают это неэффективно. В большинстве современных языков программирования распараллеливание решения задач возможно автоматически. В большинстве современных языков программирования существует понятие пула потоков. Пул потоков – это некая стандартная конструкция в операционной системе, которая может управлять любой современный язык программирования Java, C Sharp без проблем. Каждый из этих языков автоматически из пула потоков выбирает себе отдельные процессы и запускает решение задач в них, естественно, что для полноценного распараллеливания количество потоков, выбираемых из пула, не должно превышать количество ваших ядер. И, собственно, не так давно проводили эксперимент с коллегой на языке программирования Java, была написана программа, которая вычисляла, насколько я помню, по-моему, перестановки, или нет, по-моему, сумму чисел. Когда мы создали автоматически средствами языка Java, ничего вручную не программировали, один поток, засекли время, получили эталонное время, ну, собственно говоря, увидели, чему оно равно, и запустили дальше следующее. Сначала мы создали количество потоков, равное количеству ядер в нашей системе. Получили ускорение практически во столько раз, сколько создали потоков. У нас было 4 потока, ускорение было в 3,2 раза. Ну, конечно, слабее, чем это можно руками написать. Понятно, что как только человек пишет руками, у него получается лучше, чем у него там какая-то автоматика что-то сделает. Когда количество процессов увеличилось до где-то порядка превышающих число ядер где-то раз в 10, то есть когда процессов стало уже около 40 и больше, ускорение начало очень сильно проседать. То есть оно сначала скатилось до ускорения всего лишь в 2 раза, потом еще меньше, чем в 2 раза, ну, а потом мы сделали мегабред. Мы взяли и использовали весь пул потоков, и программа ускорилась в 0,8 раз. То есть начала работать медленнее, чем могла бы работать, если бы вообще не использовала вот эту вот технологию с трендами. Почему? Потому что когда вы начинаете уже исчерпывать возможности одного ядра, одного процессора, никакое распараллеливание, никакая многопоточность вам не поможет. Естественно, распараллеливание имеет смысл программировать, только если данных очень много. Опять-таки мы в свое время проводили эксперимент, правда, уже не на Java, а на C, на языке C под Linux. То есть максимально эффективно все было руками написано. Для массива из 10 тысяч элементов программа распараллеленная работала даже чуть медленнее, чем программа не распараллеленная. А вот когда элементов становилось больше, чем 100 тысяч, появлялось ускорение. Когда их был миллион, ускорение было во столько раз, сколько процессов мы создавали. Ну, там был Linux хороший, там было 32 процессора, 32 ядра физических, поэтому вот практически чуть ли не в 32 раза удавалось вот ускорить решение задачи. Большинство современных языков программирования для работы с распараллеливанием, потому что потоки можно использовать не только для многопоточности, для решения клиент-серверных задач, но и для распараллеливания, прекрасно умеет работать с так называемым потоком, безопасным потоком, независимым кодом. Это понятие ThreadSafe. И позволяет распараллеливать решения практически любых задач без участия программиста. Если вы пишете программу на современном языке программирования, простейшую программу какой-нибудь бизнес-логики, какой-то биржевой калькулятор создаете, программу обработки информации в базе данных, вы можете совершенно спокойно распараллелить решение этой задачи за счет потока безопасных технологий в любом языке программирования, они присутствуют, и за счет полупотоков. По большому счету, для того, чтобы распараллелить решение задачи на несколько процессов, современному программисту нужно всего лишь воспользоваться потоком безопасными конструкциями языка программирования, воспользоваться пулом потоков, и программа сама все распараллелит. Ручное программирование сейчас распараллеленных алгоритмов нужно только, если алгоритмы действительно новые, действительно уникальные. Сортировать, складывать, с ускорениями сейчас умеет любой современный язык программирования. Но если вам все-таки придется когда-нибудь решать задачи самостоятельно и заниматься вычислениями своими какими-то, вам, конечно, понадобится дополнительная литература. Пожалуй, самая лучшая книжка о параллельных алгоритмах, в которой собрана очень простенькая математика и очень красивые описания алгоритмов. Это книга преподавателя Московского государственного университета Кирилла Юрьевича Богачева. Называется она «Методы параллельных вычислений». Ну, ее сейчас недавно переиздавали, поэтому давайте я картинку покажу. Вот. Есть такое издание, зелененькое, основа параллельного программирования, и вот такое синенькое. В этой книге собраны все основные факты, касающиеся параллельного программирования. Для того, чтобы понять содержимое этой книги, нужно владеть математикой на уровне 2-го, 3-го, возможно, курса математического факультета вуза и уметь программировать на любом низкоуровневом языке программирования, высокоуровневом, скажем так, достаточно низкоуровневом, высокоуровневом языке программирования, типа C или C++. Ну, лучше, конечно, на C. Потому что большинство современных языков программирования распараллеливает алгоритмы автоматически. Помимо этой книги существует множество других замечательных книжек, которые рассказывают о параллельных вычислениях, но эти книги уже более узкоспециализированные. Пожалуй, одна из лучших книг, рассказывающих о многопоточности в Java, эта книга... вот такая вот. Изучив эту книгу, можно научиться писать как многопоточные программы, так и, соответственно, параллельные. Но здесь для того, чтобы понять, как устроены параллельные алгоритмы, нужно еще и обязательно, конечно, почитать какую-то теорию или вспомнить то, что я вам сейчас рассказывал, что многопоточность, она всегда работает, но если с многопоточностью переборщить, вы вместо ускорения получите замедление вашей программы. К сожалению, книжек, которые рассказывали бы о распараллеливании в картинках, как-то просто не существует. Поэтому вот для первого знакомства с распараллеливанием, с решением расчетных задач в несколько потоков, параллельными методами, нужно обязательно почитать вот книжку Богачева. Можно вот к этой книге обратиться, если вы знаете Java. Но, к сожалению, общих книжек не существует. Таким образом, если мы с вами говорим о параллельных алгоритмах, мы должны запомнить следующие важные факты. Первое. Не всегда, а, казалось бы, более эффективные, красивые методы ускорения реально ускоряют решение задачи. Распараллеливать всегда нужно, обязательно имея под рукой физические процессы или ядра, иначе ускорения не будет. И в параллельных алгоритмах есть очень много нюансов. Программа может решаться без распараллеливания и может не решаться с ним. Как, например, в газовой и в гидродинамике. Не всегда эти задачи удается решить без распараллеливания. В завершении рассказа хотелось бы отметить очень важный факт, касающийся распараллеливания. Это то, что любые параллельные алгоритмы в конечном итоге зависят от программиста полностью. В отличие от алгоритмов обычных, обычной математики, параллельные алгоритмы полностью зависят от программиста. Можно взять гениальный алгоритм и запрограммировать его так, что он будет только замедлять работу программы. Местоположение переменных, вызовы функций. Все это должно подчиняться закону максимальной экономии и повышению эффективности кода, которую мы с вами обсудили, в чем измеряют. Например, можно ли вызывать функции из циклов? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Можно ли передавать данные всегда только как копию? Ни в коем случае. Только указатели. Это быстрее. Особенно, если память общая. Можно ли писать вот такие строчки кода, которые очень любят писать программисты, которые вроде там чего-то изучили в каком-нибудь там C++? Вот так можно писать? Ни в коем случае. Потому что переменная G будет создаваться столько раз, сколько работает счетчик по I. Если это, не дай бог, миллиард, вы миллиард раз будете создавать и уничтожать переменную. У меня есть замечательный пример для программы на Java, для программирования на Java. Когда программа все, что делает, это переставляет слова в строке, и в результате выясняется, что эта программа работает пару часов из-за того, что она большую часть времени создает и уничтожает временные объекты. То есть в параллельном программировании практически все зависит от программиста. Да, если вы пользуетесь пулом потоков, вы можете упростить свою работу, но практически все, что связано с методами распараллеливания, зависит полностью от программиста. Для того, чтобы научиться эффективно решать задачи распараллеливания, нужно знать, как я уже сказал, математику. В объеме хотя бы первого-второго курса математического факультета вуза нужно знать программирование на каком-нибудь фундаментальном языке, ну, например, на C. Вопросы распараллеливания некоторые в нашем центре разбираются на курсе программирования под Linux на языках C++. Курс так и называется, программирование на C++ под Linux. В основном в этом курсе разбираются вопросы потокового программирования, но потоки можно элементарно перевести в параллельные алгоритмы. На эту тему есть несколько лабораторных работ, упражнений в этом курсе. Также немного о распараллеливании говорят в курсе Java. На втором уровне изучения курса Java, посвященного как раз-таки многопоточности распараллеливанию решению клиент-серверных задач. Ну, вот, собственно говоря, если есть желание изучить все эти вещи, то начинаем мы, конечно, с фундаментальных основ, с C или какого-то другого фундаментального языка, и потом уже идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!